Команка СССР очень в две зоны, очень неудобная. Я считаю, что прогрессы игры, особенно в обороне, одна из лучших команд в России. В том числе, креативная составляющая в атаке есть. Подбор футболистов, могла есть с Абряковым Чалом и хорошие астранцы. Ребята, фланги хорошие. То есть мы понимали сильные стороны. И была установка и план на игру, чтобы первые 15 минут быть очень надежными. В обороне. Я знаю по опыту, работала в Ахмате. Два матча пропускали сразу голы. К сожалению, и что-то и повторилось. Мы вышли играть в футбол. И так спокойно слишком. И получилось, что дважды обыграли на правом флаге игрока нашего. Там проиграли ситуацию. Подбор проиграли. Он много разбрасывался Слава Акимов по всему полю. Ему центрополе потеряли. Потом впервые ему-то указали. Еще некоторые вещи в перерыве ребятам указали. И второй тайм сыграли уже правильно. В том числе я выиграл центрополе. Начали давление. И давление продолжалось практически весь второй тайм. Большое преимущество. Летальное, игровое. Ну, как сказал я футболистам после матча. Жаль, что поздно забили. Так бы их пытались бы додавить. Меняем ментальность ребят. Стараемся до последней секунды добиться победой. Ну, все равно был тридер. Было весело. За 30 секунд до конца соберись сравнять. Я думаю, что это было логично. Ну и, конечно же, для болельщиков. Такое очко боевое. Поэтому копилочку все. Я думаю, игра была нервнодушна для зрителей, в первую очередь. Сергей Бабызевич, два скальпа подряд с грантов снять не получилось. Я имею в виду «Спартак» и «Цеска». Хотя, наверное, по ходу встречи предпосылки были. Сравнить оба матча эти, если у них что-то есть общего против «Спартака» и сегодняшнюю... Нет, «Цеска» более организованная в обороне. Я уже сказал выше. «Спартак» все-таки и более в борьбе, в правильных действиях игроков, по оценке ситуации на поле. Это более организованная команда. «Спартак» более такая команда, как сказать, более куражная. То есть она поймала кураж, играет, не поймала, значит, проблемы есть. Поэтому нам тяжелее «Цеска» было однозначно. Хотя «Цеска» такое преимущество, не то, что не ожидали, но весь «Цеск» атаковали. «Цеска» один удар, ноль штвор по второму тайму. Добрый вечер. В первом тайме показалось, что это был у нас уже третий матч «Цеска», да? То есть... Да. И соперник, как вы говорили, мы не давали играть лидерам, так и «Цеска» не дал «Факелу» сыграть в свой футбол в первом тайме. И во втором уже получилось. И можно ли сказать, что «Футбольный Всевышний» вас дал, что соперник играл на удержание, а «Факел» играл для зрителей и на то, чтобы добиться результата? Ну, это уже не становится интересно, что мы против «Цеска» или лидера российского футбола должны играть в свой футбол. Это уже приятно, что вы оцениваете правильное направление и стилистики игры сегодня команды. В втором тайме, на самом деле, с «Цеском» мы сумели... Я же говорил о том, что изменили, что внесли в перерыве матча. Это сыграло роль большую достаточно. И сыграло роль то, что сдвинули мы на фланг, после замены Славы Якимова, вышел Максимов, и мы сознательно сдвинули на фланг Хазыра Апаева. Эта задумка сработала. Хазыр стал напрягать, обыгрывать и, в конце концов, доставил мяч и забили его. Поэтому, да, здесь мы старались сопернику поставить слож задачи, и эта задумка сработала, слава Богу. Поэтому тут Всевышний, конечно, помогает футболе, но и мы тоже стараемся. Сергей Владимирович, трибуны очень негативно воспроили судейство сегодня, скандировали очень громко и долго. Было оно, по-вашему факторам, были решения, которыми остались недовольны, возможно, успели посмотреть эпизод? Конечно, в каких-то глобальных моментах бывает судейство, пенальти, что-то еще не было. Но вот эти моменты затяжки времени, когда свистки срывают нашу атаку, потом стал побежал, и не раз-то было, и начиная с первого тайма, немножко раздражались, что я должен игру читать. Мы атакую, я вдруг свисток, кто-то лежит. Потом стал, пошел. Ну, реагируй, подожди, посмотри, встать, довести атаку. Потому что слишком месяц каждый будет падать и лежать просто так. Игра там, она получается, нетемповой. И мы теряем высокоттенсивный футбол. То, что на руку было в тронтайме ЦСКА. Поэтому здесь немножко незалогичное решение. Ну и ребята сейчас смеются почти 4 минуты. Столько задержек в матче, столько замен, и всего 4 минуты. Угроза была одна заминка, условно, когда пришла помощь тяжелого травма. Было 7 минут. То есть двойные стандарты, понимание, почему так или эдак, вопросы вызывали. Ну, а так, это больше, конечно, эмоции. Чтобы судья влиял на игру сильно, ну, не скажешь. Поэтому здесь... Это чисто эмоциональная работа наша, на поле и так далее. А болельщики пару пускают уже хорошо. Еще один вопрос, позвольте. Впереди пауза на сборной. Рио легионеров сейчас в резерве находится. Можем мы ожидать, что после паузы уже ребята будут более активно участвовать в игре? У нас только один игрок уезжает. Два медлица. У нас молодой Евлев, юношечка странная, в Сербию уезжает. И Мацпан, Никита. И, к сожалению, для нас, это футболистый состав основного, внутри постоянно тучки сборной, он приезжает за два дня до матча следующего. И вот он сейчас явно взаимодействие никак не улучшается. Он все время приезжает, два дня игра. И мы очень рады, что парень играет за сбору Молдавии. Тем более, сейчас у них есть шанс и удачный расклад выйти дальше. Это копилочка его рейдинга, клуба и так далее. В финале Европы, сборной. Ну, к сожалению, именно эти тучки частые. Мы много работаем, учитывая, что мы ставили новую игру в команде. Ну, не новую, а свою, свой футбол определенный. И мы в этих циклах хорошо работаемся. И взаимодействуем с лучшими, а его нет. Вот, конечно, для молодого парня проблема небольшая, она есть. Но будем ждать ему успеха. А все остальные у нас тренируются, у нас никто больше не уезжает. Во втором тайме было много моментов у факела, но гол случился только в концовке. Чего не хватило для победы, чтобы, может быть, еще было парочек? Ну, точного удара мимо Акинфеева. А так все к нему прилипало. Потому что Игорь, он не дергается, в позицию ешьте. Игорь, конечно, для ЦСКА, это... Даже для соперников, как у ДАП, смотрит, все бьют в него. То есть, ну, мастер на есть мастер. Он никогда не дергается, стоит в створе. Этот мяч вот разобили, там уже было без шансов практически. Поэтому не было точного удара. Как обычно в футболе самое сложное, что? Попасть в оборот, не в артере, а в угол. Это самое сложное. Но это бы не было гола. Сергей Абдулевич, не могу не задать вопрос. Третий гол уже в добавленное время, компенсированный с момента вашего прихода. Видите какую-то закономерность в этом, характер команды? Ну, конечно, есть закономерность. Это значит, что мы стараемся ментально себя отменять. В том плане, что надо бить за победу до последней секунды. Я сейчас пошутил в разделах, потому что поздновато забили. Если не забили раньше, значит, на последней секунде могли вырвать эту игру. То есть, да, как получилось сейчас на стивах мать, когда мы на 93-5-6-7 были бежали в Астровскую площадь. В том числе и защитник мастерной. И это было как бы наработки. Это мы нарабатываем, что есть пространство, летим. Лучше там забивать, чем там отбиваться. Футбол, суть игры футбола, это гол. Это и венец всего. Поэтому, да, конечно, кономерность есть однозначно. Здесь правильно подметили. Есть еще вопрос, Кали? Есть. Вопрос следующий. В одном из флеш-интервью генерального директора Факела я прочитал то, что вы являетесь лучшим тренером в истории Факела. Можете как-то прокомментировать информацию? Так, как бы пошутить, да? Все, я ответил. Есть еще вопросы, коллеги? Турнирное положение, вот оно насколько влияет? То, что сейчас нету угрозы, даже то, что команда пустится в стыки. Так комфортнее работать? Сказывается ли это? Ну, конечно, победы вселяют сюда уверенность. Это однозначно и турниры считаются в том числе. Но мы стараемся много работать над ментальностью, что ставьте цели другие. Ставьте цели выше, забираться и как можно выше. Вот, если будем выше забираться, стараться поставить максимальные цели, значит, команда, если будет этому следовать и быть одержимой в игре, каждый матч сораться еще лучше, планку повысили и не падать ни в каких-либо случае в плане отношения к профессии, там, самодате, держимости, вот, тогда и будет более высокое место. Вот, поэтому, да, нам нужно не успокаиваться, не нужно все время думать о том, что ты все равно ходишь по этой земле. И поэтому нельзя подниматься вверх. Как Гвардиона, я очень много его изучал, всегда, вот, по ходу стилистики, по которым я тоже много лет уже работал, я, как бы, с первых дней своей работы тренером всегда привел такой футбол, более атакующий и так далее. У меня должны были футболисты играть, играть футбол, как простые ребята с улицы. Ну, то есть, он имел в виду, что нельзя только на мастерстве играть, вот, выиграли от первого мастера. Также выходим, и также простые пацаны из факела должны сражаться, и он также простые футболисты говорит. Мне нужны футболисты, которые, как, должны в футбол играть, как простые парни с улицы, а не звезды какие-то. Тогда мы будем достигать успеха. Это правильно, то есть, у нас это восприятие, что всегда успех достигает тех, кого занижает самооценка, а не завышенная. Ну, то есть, я хочу еще, что-то лучше, потому что, получать там, большие деньги. Вот, Лука Мудрич, ему 38, а он пашет, он уже давно богатый человек, чтобы нашу команду содержал, например, спокойно. Но он пашет, пашет, работает, работает. По сути, как объем делаем. Вот на дух спортсменов, чтобы, да, ты всегда должен быть одержим профессией. Поэтому это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова